23 числа экзамен. 23 числа. И вот на этом учеба заканчивается, с чем мы тогда и сможем вас поздравить. Если кто-то вдруг не сдаст, хотя я таких случаев не знаю, но у нас же нет такого, что нельзя второй год учиться. Учитесь второй год, можете третий, четвертый. Я, например, по многу раз читаю и до сих пор понять, как следует наука логики, не могу. Но даже я уже и разъясняю, другим рассказываю, но это для того, чтобы лучше усвоить. Потому что, когда рассказываешь, потом наконец и сам понимаешь, хотя не всегда. Итак, товарищи, Степан Слав, можно уже лекцию объявлять или нет? Или у вас там наладка, настройка? Тонкая настройка идет? Это же из математика, там так просто не пройдет, как общество едет. Ну, я думаю, все-таки можно объявить тему сегодняшней лекции, она непростая. Тема сегодняшней лекции – развитие советов и отмирание социалистической демократии. Не развитие демократии, а отмирание. Это не противоречит тому, что оно будет развиваться. Потому что как-то надо так сформулировать развитие, чтобы получилось в итоге отмирание. Повторяю. Тема сегодняшней лекции – развитие советов и отмирание социалистической демократии. Поэтому речь идет не столько о том, как советы создать, сколько потом, что с ними делать. И к чему это все поведет, и как это связано с демократией. Но начну я не с советов, а с демократией. Как более простого. Что такое демократия? Демократия, если это брать с точки зрения значения отдельного слова, а не с точки зрения историка, культурного и глубоко научного понимания. Демократия – это что такое? Демос народ, крат власть, власть народа. Вы где-нибудь видели власть народа? Слышали про власть народа? Вот я, например, был в том месте, откуда демократия начиналась. Я был в Греции, и там мне показывали, как вырублена прямо в скале чаша, и в этой чаше собираются форумы. Вы не удивляйтесь, почему у нас наши богатые люди всегда называют форумом свои сходки. Потому что на форум собирались только рабовладельцы, только рабовладельцы. Поэтому демократия, которая была при рабовладении, это кого касалось? Ну, на всех касалось, потому что если вы не выполните какое-нибудь решение этих рабовладельцев, вас просто казнят и без всяких разговоров. И причем казнить могут не по решению форума, а просто каждый рабовладелец может прибить своего раба и весь разговор. Удивительно, что они не хотят сказать, что там какой-нибудь съезд или собрание. Не-не-не, форум. А форум – это вот именно собрание рабовладельцев. Значит, была ли рабовладельческая демократия? Была. Но она касалась кого? Тех, кого считали за людей. Поскольку рабов за людей не считали, она никакого отношения к этим рабам и не имела. И рабы никакого отношения к демократии не имеют. Ваше дело – работать. Вот. И, так сказать, если будете выступать, на этом не работа ваша прекращается, а жизнь ваша прекращается. Очень просто. И, несмотря на то, что были восстания рабов, ну, как вы понимаете, рабы, лишенные, так сказать, средств, в том числе и военных, и той организации, которая есть, и демократически организованы. Когда они между собой договорились обо всем на все случаи жизни, в том числе и на случай восстания рабов, то, понятно, никаких шансов не было. Но, тем не менее, до сих пор у нас есть команда «Спартак», которая названа в честь руководителя восстания рабов в Римской империи. Что касается феодализма, феодалы как-то обошлись без этой демократии. Не так, чтобы совсем никаких не было таких коллегиальных органов. Были такие коллегиальные органы. Вот, например, в Пскове, в Новгороде какие-то вечи собирались. Но эти вечи, как вы понимаете, не из бедных крестьян, не из безлошадных. Вот, были люди, которые, было у них и время, и возможности собраться и пообсуждать, как там дальше действовать. Но, какого-то развития такого, чтобы вот появилось феодальное государство, устроено как демократия, то есть как власть народа, по форме хотя бы, по форме. По содержанию она изначально не является демократия, так сказать, властью народа. И здесь она могла бы быть тоже властью какого народа, если была бы? Ну, какого феодального, то есть помещиков. Но помещикам это не надо было. Они очень хорошие нашли такую систему, лучше, чем при рабовладении. Не надо там бить, загонять, заставлять. Вот вам кусок земли, который не ваш, а я вам даю возможность его использовать. И вы будете там работать или три, или четыре дня в неделю. То есть, если вы добрый помещик или злой. Если добрый, то вы будете работать у себя на участке четыре дня, а три будете работать у помещика. А если злой, то наоборот. Но таких злых, которые не понимали бы, что если крестьянин себе не соберет хлеб и не обеспечит свою семью, вы же не будете этим заниматься, никто из феодалов не занимался. Но в голодный год открывали амбары и выдавали зерно. Кому? Крестьянам. Как? На каких основах? На основах, что это вот, так сказать, оплатите позже. Ну, понятно, соответственно, по двойной цене. Потому что вас выручили, вообще от смерти спасли. И вы должны любить и уважать своего помеща. Поэтому никакой такой демократии феодальной, в общем-то, и не было. А вот государство могучее было в это время. Могучее государство. А государство мы с вами знаем, что такое. Я думаю, что любой здесь присутствующий и уже почти закончивший обучение в Красной России скажет, что демократия это что? Аппарат подавления в этой жизни. Кого? Аппарат подавления? Аппарат господствующего класса для подавления. У кого давить? Мух? А? Ну, договаривайся. Для подавления кого? Народов. В большинствах. Да, правильно. Народов большинства. То есть демократия вроде как выступает как власть народа, да? По виду, по буквальному звучанию этих слов. А на самом деле это власть меньшинства, которая обеспечивает абсолютное господство над большинством населения. И более того, над народом. Потому что никто, так сказать, недаром говорили. Даже интеллигенты себя к народу не причисляли. Они ходили в народ. Допустим, вы пойдете в народ и объясните им, как надо действовать. Я пойду, буду объяснять. Но я не могу сказать, что я принадлежу к народу. И скажем, я не могу сказать, что я вот жил очень плохо. Даже при буржуазной системе. Потому что я в этой буржуазной системе все время находился в учебном заведении, которое выпускает премьеров и президентов. И поэтому у нас там даже дополнительные платы были секретные. Могу даже выдать. У нас там не просто давали, допустим, зарплату, а еще коэффициент за то, что вот вы здесь. Если вы преподаватель, вы получаете дополнительную добавку к зарплате. Если вы доктор наук, пол ставки за доктор, то есть из 1000 рублей 500 рублей плюс. Если у вас есть должность профессорская, еще половина, еще 500 рублей. Если у вас есть звание, а это отдельное еще звание. Вот. Еще 500 рублей. Раз, раз, раз. И вроде бы вышли мы все из народа и вместе мы с ним и идем. Поэтому на самом деле ожидать, что вот скажем, такие организации, которые прикомлены буржуазией, что они там в большом количестве выступать за народные интересы, не приходится с одной стороны. А с другой стороны всегда во все времена наиболее просвещенные интеллигенты выступали за интересы как раз трудящихся. Ну вот, например, тот же Владимир Ильич, он жил у нас в нашем университете, по юридическому факультету сдал экстерном. Все на отлично. Поэтому вот, значит, у нас сколько уже людей училось в университете. И Ленин, и Путин, и Медведев, и все они, так сказать, это все в Санкт-Петербургской государственной университете. Но прошло время теодализма, которое вообще не нуждалось ни в какой демократии, и очень даже было все хорошо. Некоторые даже привыкли, трудящиеся люди, крестьяне, что они без барина и жить-то не могли. Только вот барин их спасет, и как же мы без барина. Тем более, что те, кто раньше им предоставляли землю бесплатно, теперь сказали, да, все, земля теперь мы вам можем ее продать. Пожалуйста, платите деньги и все. А откуда деньги у крестьян? Нет у него денег. И они сразу все ставили в долгу, и выбраться из этих долгов не могли. И поэтому разрешило это противоречие в России только в Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому и воевали за землю, за волю и лучшую долю. Ну а дальше какую демократию мы знаем следующую? Это буржуатная демократия. Вот она самая, можно сказать, обманная. Самая обманная. Вот там уж понятно, что барин, он и есть барин. Надо шапку ломать. А здесь вот вы такие же точно, точно такой, такие же у вас права. И голос у вас точно так же один, как у меня. Но у меня кроме одного голоса есть еще миллиард. А у вас кроме одного голоса ничего больше и нет. А может еще в их долгах. Поэтому можете со мной посоревноваться. Я вот все вот остальные товарищи будут, получат по тысяче рублей, чтобы они вам не давали ко мне приближаться. И они справятся с этой работой, ничего страшного. Я ничего такого страшного и не сделал. А почему я раздал эти тысячи рублей? Люблю я этих людей. Потому что у нас демократия. А вас не люблю, потому что вы злой. Вы хотели против меня бороться. А как вы будете? С народом будете бороться? Ну лучше сказать, народ будет бороться с вами. Ну за соответствующую плату. Здесь за деньги-то многое можно сделать. То есть мы с вами уже находимся не в начале курса нашего Красного университета, а скорее уже в финишной части. Мы прекрасно все знаем, что государство – это машина насилия для осуществления интересов правящего класса. Да? А что такое машина насилия? Ну, ясное дело, тюрьмы, лагеря и прочее, и прочее, все, что к этому надо. Полиция. Потому что, непонятно, мне не понравилось «милиция» слово. Я даже вот удивляюсь. Если бы он знал, он знал бы, наверное, что Временное правительство уничтожило полицию и ввела именно милицию народную. Вот. Как выгруженный народ. Ну, понятно, что эта милиция была на стороне тех, кто ее ввел, тех, кто ее снастил, кто ее организовал и так далее. Не будем путать с рабочими дружинами. А вот эта самая милиция, которая при реальном строе была еще полицией, а уже после буржуазной революции был уничтожен, так сказать, этот институт полиции и стала у нас милицией. А пришел вот Медведев, и он, когда был президентом, он, как человек демократический, решил, что… Он, кстати, у нас председатель, президент, из того совета, попечительского совета университета. Если раньше мы, когда не было еще демократии при социализме, такой не было демократии, члены совета утверждали устав университета. А сейчас состав университета утверждается просто попечительским советом, ну, грубо говоря, медведевым, и на этом все. Вот и вся демократия. Что такое демократия? Ну, мы работ Ленина с вами хорошо знаем, что это… Мы смотрим не на слова, а на содержание этого понятия. Содержание этого понятия, что это диктатура буржуазии. Была диктатура рабовладельцев, потом не было демократии, потом снова, слава Богу, демократия, диктатура буржуазии. Диктатура буржуазии. И что происходит после социалистической революции? А у нас это как бы не тема нашей сегодняшней работы, потому что мы о развитии Совета уже говорим. Но мы знаем, что процесс перехода к советской власти означал расширение демократии. То есть был такой узкий класс, он стоял у власти. Поэтому это было принуждение большинства меньшинством. Вот такая была буржуазная демократия. Правильно? А вот когда меньшинство решает за большинство, это демократия буржуазная. Поэтому сейчас почти во всем мире буржуазная демократия, почти во всем мире буржуазия принуждает народ делать то, что нужно кому? Буржуазии. А пролетарская демократия – это тоже государство? Тоже государство. Какое? Пролетарское. Государство рабочего класса. А если есть государство рабочего класса, то в чем смысл государства? Подавление. А? Подавление. Что делать? Подавление, которое… Да, подавлять тех, кто сопротивляется интересам того класса, который защищает это государство. То есть есть ли кто-либо? Вот некоторые говорят, как так, вот 30-е годы заставляли, принуждали и так далее. Ну так если вы не будете заставлять принуждать, никто и не будет это делать. Ну у нас, так сказать, вот в России пролетарская получилась из России в основном мелкокрестьянской и крестьянской. А у нас основную массу были, составляли крестьяне середняки. А середняка, да, кто такой? А? Мелкий буржуа. Мелкий буржуа. А мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А мы этот рынок, так сказать, встраивали в систему машино-тракторных станций. Установили, что все основные работы на селе – и вспашка, и бронование, и подкормка, и уборка, и дальше, так сказать, обработка всего. И зимняя подкормка, которая нуждается в технике. Все это делал государство в лице а – машино-тракторных станций и б – совхозов. Совхозов было не так много. Они были как форпосты рабочего класса в деревне. А машино-тракторные станции – они просто симбиоз были. Они были связаны через контрактацию с колхозниками. А колхозники работали в основном занятые ручным трудом, а механизированные все работы делали машино-тракторные станции. У нас не станции были отдельные, а система машино-тракторных станций, охватывавшая всю страну. Поэтому в них там присутствовала эта государственная организация, которая гарантировала, что будут проведены все работы, и все эти работы будут осуществлены в интересах рабочего класса. А значит, если в интересах рабочего класса, то поскольку рабочий класс выражает коренные интересы всех трудящихся, то и в интересах всех трудящихся членов общества. Кто из этой системы выпадал? Кулаки. Потому что кулаки, они были справными хозяевами. С ними сначала не воевало государство. Потому что как вы будете с ними воевать? Они хлеб производят раз, во-вторых, они этот хлеб имеют два. В-третьих, они авторитет недели три. И кто будет воевать? Вы что там, будет Красная Армия воевать, так сказать, с кулаками по всей стране? Нет. Вот когда уже прошла коллективизация, когда середняки были уже в колхозах, когда они не боятся, что их у них отберут, то, что у них есть, и когда они под защитой пролетарского государства, ну тогда кулакам предлагается заниматься земледелием без эксплуатации. Вот если от вас потребует, чтобы вы занимались земледелием, никого не эксплуатировать. Что тут такого страшного? Вот я не эксплуатирую, а вы вот хотите обязательно эксплуатировать. А вы говорите, нет, мы пойдем, учительниц мы зарежем, этих вот председателей колхоза убьем. Тогда мы их начали отправлять куда? В Сибирь. Где? Чтобы они не сталкивались там ни с кем. Идите работайте, вы же справные люди. Кто-нибудь видел кулаков, который не умеет работать? Нет, это неправильно. Они работали хорошо, просто у них прибавочная стоимость гораздо больше, чем тот объем стоимости, который они получали от продажи того, что сделано своими руками. Поэтому это как бы работающие капиталисты. Но их отправляют туда, где иначе, как собственным трудом, вы там не сможете прожить. Там у нас земли, у нас очень много, вот вам, пожалуйста, все применяйте свои навыки, возможности и так далее. Так они приезжали обратно в свои деревни, откапывали обрезы, которые у них были, и гранаты, которые у них имелись и так далее. Убивали председателей колхозов, учительниц убивали, резали им животы и так далее. Поэтому у нас, ну самый класс очень сильный, с которым нам пришлось воевать. В буржуазии нам, в общем, ну вот закончилась гражданская война, да и все. Ну там война настоящая была. А здесь пошла война очень тяжелая, которая была связана с ликвидацией самого, можно сказать, крупного эксплуататорского класса. Но у нас же демократия была. Какая? Социалистическая, советская. А что такое советская демократия? Это диктатура рабочего класса. А если диктатура рабочего класса, то кто кого? Рабочий класс победит буржуазию, которая, так сказать, поднимает кулацкие восстания. Или кулацкие восстания ликвидируют власть рабочего класса. Так стоял вопрос? Так. И этот вопрос очень долго стоял. Эта коллективизация уже, вот революция закончилась в семнадцатом году, потом гражданская война, а вот эта война с кулачеством и кулачеством против советской власти, она воевала, она продолжалась вплоть до, ну, того, как вот, середины тридцатых годов, когда везде уже колхозы были. Против колхозов-то они воевали. Так что это очень, так сказать, тяжелая была борьба. Тем более, что подкулачники были в государственном аппарате. Можно так представлять себе дело, что, с одной стороны, нужны грамотные такие люди, которые могут участвовать, все там решают, подготавливают, организовывать. Откуда вы их возьмете? Ну и рабочих таких не так много, крестьян тоже не так много. Почему вот все время критиковали и Ленин, и Сталин, значит, то Зиновьева, то Каменева, то Троцкого. И все, их терпели. А что сделать? Надо же, вот если война, так надо пойти и выступить. Надо составить план сражения, надо, так сказать, организовать большое войско. Надо все рассчитать, надо все сделать. Это должны делать грамотные люди, умеющие написать и сказать. Ну, мы таких готовим где? В Красном университете. Вы все понимаете ответственность, которая на вас ложится, товарищи? А кто не оправдает ответственности, которая возложена на вас, тот будет отвечать перед кем? Ну, не перед Фондом Робочей Академии и не перед Ленру, а перед рабочим классом России. Так? Скажут, вас учили, вы получили, что? Скажут, так мы же учились, так вот и хорошо. Ну, раз вы этому учились, так и давайте. Если учились на врача, так врачуйте. Если учились на борцов за дело социализма и победу обеспечить. Кто обеспечит? Когда будет, в конце концов, власть, у нас диктатура пролетариата возвращена? Вы что ждете? Кто ее? Я, например, уже у меня борода большая, вы что на меня смотрите? Вот на вас надо смотреть. Вот вы как раз тут перспективы, и на вас тоже. Это будет правильная постановка вопроса. А мы, так сказать, будем советовать вам. И когда вы к нам придете, скажете, не получается. Ну, это бывает, так сказать. Совсем когда уже будем староватые, будем, так сказать, под вашей защитой. А как еще может быть? Ну, идет смена поколения, это неизбежно совершенно. Но мы знаем, что сейчас уже у нас колоссальные имеются завоевания. Завоевания начались у нас с того, что как раз во время контрреволюции началась организация трудящихся. Мы же создали, вот в Ленинграде было создано Объединенный фронт трудящихся. Потом Объединенный фронт трудящихся был во всей России, расширен на всю Россию. И настолько расширен, и все товарищи, те, которые выступали за социализм, коммунизм, очень серьезные, в том числе там профессор Сергеев из Москвы, который замдиректора был Института экономики, там профессор Золотов из Нижнего Новгорода, ну и другие товарищи. А мы, так сказать, во все участвовали тогда в боях таких демократических, буржуазно-демократических боях, в том числе мы, поскольку мы Объединенный фронт трудящихся, зарегистрировали у буржуазного государства уже нашего буржуазного. И мы участвовали на выборах. Я, например, был у президента, у генерала Макашова доверенным лицом, а Сергеев был кандидатом в вице-президенты. И мы все, между прочим, затраты на народную правду все оплатили из фонда выборного. Так что не бесполезная была эта операция. Но, как выяснилось, что вот так просто проголосовать, собрать людей, которых бы... чтобы наших голосов было больше, это не получается. Это не получается. И, допустим, если бы Ленин и большевики начали бы организовывать какое-нибудь голосование, вместо того, чтобы провести социалистическую революцию, не было бы никакой социалистической революции, не было бы и социализма. Это, я думаю, всем понятно. Потому что есть в классовой борьбе. Классовая борьба – это классовая борьба. А создание государства – это создание другого государства, которое, если первое государство подавляет трудящихся, то второе государство рабочего класса подавляет буржуазию. И сколько оно должно ее подавлять до полного уничтожения классов? У нас было полное уничтожение классов в 1960-м году? В 1960-м? Нет. У нас колхозное крестьянство было, у нас рабочий класс был. У нас еще деление на классы не было преодолено. Что такое уничтожение классов? Когда нет различий между городом и деревней. Людьми физически, люди, умственно, труда. И в работе «Великий почин» Ленин объясняет, прямо не говорит, что это именно класс. Но говорит, что это же разделение по тому, какие функции выполняют в обществе. Значит, женщина продолжает оставаться домашней рабыней, несмотря на то, что все уничтожены законы, которые ее сковывали там, ее принуждали, которые ее делали второстепенной в обществе. Она не стала второстепенным в обществе, но возможности ее в силу. Сейчас ведь пойдет тот же самый процесс. Уже и в школу, оказывается, устроить ребенка тяжело. Такого не было при социализме. Все дети должны учиться. К счетчем разговор. Или, а вдруг кто-то будет плохо учиться. Я, например, раз никакого не было этой работы, по итогам которой могли себя оставить в классе или не оставить. Такого не было. Я вообще, когда учился у нас, я учился где-то с 50-х годов и закончил в начале 60-х. Кстати, ни разу экзамена не было, кроме выпускного. В 11-м классе ни разу не было экзаменом. Можно подумать, чтобы он кого-то не переведел. Но если обязательная, всеобщая обязательность, если он обязал вас учить в 11 лет, он сколько будет вас учить? Поэтому вопрос не в том, чтобы вас пугать что-то. Не будешь? Выгоним. И что выгоним? Ну что вы возьмете? Ну какие-нибудь палки возьмете железные. Пойдете. Сколько таких вот ходит, которые стреляют школьников? Бывшие школьники. Не надо плодить тех людей, которые могут начать заниматься преступлением. Как это? Мы выгоним тебя, отделим от знаний. Как это вообще можно такое ставить в вопрос? Это дело государства, что ли? Поэтому, конечно, пролетарское государство, оно совершенно не так смотрит. Оно должно всех научить. И не спрашивает, если у тебя папа капиталист, что не будет учить? Будет. А если он был помещик? Все равно будет учить. Ну как так может быть? Вот у нас пример, это наши основатели. У Энгельса кто был папа? Фабрикант был. Зато у нас есть проспект Энгельса, я там близко живу. Маркс, у него не был папа фабрикант, а он просто был буржуазный интеллигент, можно считать. Они его проспект Маркса переделали в проспект Большой Сампсоньевский. И там раньше были Маркс, Энгельс, а теперь Энгельс и Большой Сампсоний. А линия одна. Но кто тут серьезно очень выступал, например, комиссар Смирнов, очень серьезно выступал комиссар, его и сейчас боятся, поэтому улицу его не тронули. Комиссар Смирнова остается недалеко от Финляндского вокзала. А вот проспект Смирнова, он был председателем исполкома. Ну, он был председателем исполкома. Снять его пусть будет Ландское шоссе. Ленина не тронули. Улица Ленина есть, на этой улице хороший очень музей. Я вам рекомендую туда сходить, потому что это единственное место, где, ну, можно сказать, было жилье Ленина. Потому что там Елизаров, а он большим каким-то был владельцем пароходов. И там было пять комнат, там, так сказать, и Елизаров жил, и Ленин с Крупской там жили, и сестра еще. Ну, и в Ульяновке это тоже место, которое принадлежало Елизарову. Поэтому там Ленин бывал, и там Путина принимали в пионеры. А эти все, кто хочет поучаствовать в этом сохранении этого музея, где Путина принимали в пионеры, а где Ленин, так сказать, встречался со своими родственниками, может приехать и узнать просто у товарища, когда будет очередной субботник, и поучаствовать в его сохранении. Его сохраняет Фонд Рабочая Академия и никому не отдает. По поручению Российского Совета Рабочих Ленинграда. Никому не отдает. Со мной разговаривал глава администрации. Я говорю, вы кто такой? Он у нас на балансе этот дом. Я говорю, балансы это в советское время. Сейчас у нас время будет разное. У вас есть свидетельство? Нету? А он мне полицию вызвал. А я милиционеру все объяснил. Он говорит, у них нету свидетельств у нас. Так у вас же, говорю, тоже нет. И все. Ну, в общем, короче говоря, там приезжают люди, работают, и там проводятся собрания Рабочей партии России. Вполне законно, легально. И никто у нас не может это отобрать. Потому что отбирают у тех, кто отдает. Вот сейчас я пойду у вас отбирать тетрадку и ручку. Если вы отдадите, я отберу. А если вы не отдадите, я отбирать не буду. Я тоже ее знаю. Зачем мне это нужно? Вон, вы такой здоровый и сильный. А я тут пойду со своими отборами. Так что, когда зашла речь о демократии, то есть пошла речь о государстве. То есть пошла речь о государстве. Государство – это что? Орудие силы. Тут вы правильно сказали. Значит, надо говорить о том, что здесь будут принуждать. Принуждать будут. Кого? Ну, тех, кто не делает то, что нужно в интересах государства. А это относится к рабочим? Относится. Почему? Потому что у рабочих, кроме коренных интересов, есть интересы побочные и семиминутные. И вот, а как называется принесение коренных интересов движения в жертву побочным и семиминутным интересам? Оппортунизм. Вот, оппортунизм. Понимаете? Кто тут у нас оппортунист? Силу можно к ним применять, к оппортунистам? Государство оно и применяет. Но должно применять. У Ленина в 15 томе очень хорошее определение оппортунист. Оппортунист не предает своей партии. Не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характернейшие черта – податливость к настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесения коренных интересов движения в жертву побочным и семиминутным. Это все вот хорошие люди. У нас 18 миллионов хороших людей было в партии. И вот наступил такой момент, когда нужно было сражаться за диктатуру пролетариата против диктатуры буржуазии. И что? Ну вот и было меньшинство. Причем нам никто и рот не затыкал. Я, например, выступал на съезде в Кремле. Там было четыре тысячи человек. Вы сейчас можете набрать. И сказал, что перестройка – это контрреволюция. И все. И что со мной сделать? Да ничего. Поэтому я, например, не могу говорить, что вот у нас ужасная буржуазия, она меня преследовала. Ну как она меня преследовала? Где преследование? Они просто понимали, что у них в руках уже все. Поэтому выступайте, а мы пока будем дальше забирать все. И люди, которые разбирались в этом, в отличие, скажем, от здесь присутствующих, не могли, не знали, что делать, потому что у них идеи даже не было. Они не понимали, что такое социализм и что такое диктатура пролетариата. И что без диктатуры пролетариата, самое главное в марксизме – диктатура пролетариата. И, значит, ее убирают. Эти все коммунисты сидят, как ни в чем не бывало. Еще и хлопают. Кто-нибудь против выступал? Нет. Интересное дело. Как определяется диктатура пролетариата? Диктатура пролетариата и определяется как железная власть рабочего класса. И как описывается это Ленину в детской болезни львизны и в коммунизме. Диктатура пролетариата есть упорная борьба. Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская. Против сил и традиций старого общества. А эти силы и традиции старого общества заканчиваются в 2017 году? Или заканчиваются построением социализма? Да эти силы и традиции такие могучие, то, как вы видите, они утянули, утащили обратно тех людей. Тем более, посмотреть на аппараты этого государства в это время, в 60-х годах. Кто там защищал марксизм, ленинизм? Напечатали полное собрание сочинений и никто не читает. Напечатали это как раз в эти годы. До этого было другое, четвертое было, оно почти такое же, ничем оно не хуже. Но теперь просто ссылки делаются по пятому собранию сочинений Венина. У нас как результат, так сказать, общей борьбы... Да, кстати, вот РКРП мы зарегистрировали, когда КПРФ спряталась и залегло, и решила делать социалистическую партию трудящих, и мы поехали в Свердловск и учредили Российскую коммунистическую рабочую партию. Никого не спрашивают. Пошли и зарегистрировали ее. Нам депутат один очень хороший, который нам помогал, говорил, да вы что, вас задушат? Не знаю, нас пока не задушили. Пока мы подадим документы. Мы подали документы, зарегистрировали Российскую коммунистическую рабочую партию. Потом в 1993 году мы поняли, как развиваются события. Все товарищи, которые поняли, ушли в рабочую партию России. Мы снова переучредили и уже не регистрировались. Рабочая партия России сейчас. Общественное объединение. А если зарегистрированный, вот я зарегистрированный, у нас фонд рабочей академии зарегистрированный. Кем? Министерством юстиции Российской Федерации. Вы против Министерства юстиции? Нет? А сейчас никого не регистрируют. Сейчас нынешнее общественное объединение на уровне налоговой регистрирования. А мы министерством юстиции. Поэтому у нас вот здесь это все под охраной фонда рабочей академии. А кто охраняет? А вот те, кто приходит, те охраняют. А как записываться в фонд? А вот пришли, значит, вы и есть члены фонда. Без фиксированного членства. Не хотите ничего делать? Ну и не делайте. Это вам не партия. Кому не хочется в партии, в партии дисциплина. Там надо решения выполнять, программу читать, идейно быть подготовленным. А здесь вот, ну что-то сделали хорошее и спасибо вам большое. Что плохого в этом? Или там, что члены, если не члены партии, это что, плохие люди, что ли? Или что это, как партия считает, что все остальные плохие, а это хорошие? Так партия не считает. Другое дело, что это, так сказать, вопрос исторический. То есть КПСС после того, как ее верхушка предала рабочий класс, ну, так сказать, авторитет ее не очень быстро восстановится. И в том числе и авторитет даже коммунистов, которые в этом не участвовали, а наоборот с этим боролись. Так что тут вред большой, только не только для прошлого, но и для настоящего и будущего. Ну вот мы, значит, добрались уже с вами до такого периода, про который, еще раз повторяю, что Ленин писал, что это упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Скажите, пожалуйста, вот после того, как уже установлен коммунизм в первой фазе, то есть социализм, сколько времени будут действовать силы и традиции старого общества? Кто скажет? Вот никто и не скажет. Но некоторые товарищи говорили, ну, сколько можно ждать? Давайте напишем, что все польется с полным потоком. Прямо польется все. И выбросим заодно из программы партии цель социалистического производства обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, а не некоторых. Раз и выбросили. А это вот положение программы появилось не вот как. Оно появилось так. Сначала оно появилось в проекте программы Плехановском на втором съезде, когда решался вопрос о первой программе российской РСДРП, социал-демократической рабочей партии. Ленин так посмотрел, что написал Плеханов по этому поводу. А там было написано у Плеханова, что удовлетворение нужд обществу. Ленин говорит, ничего себе, удовлетворение нужд обществу. Такую организацию еще и тресты могут дать. Ну, тресты, что какие-то нужды не удовлетворяют обществу? Удовлетворяют. Тем более обществу растяжимое понятие. Кто-то в обществе есть всегда, это те, которые получать будут вот это или для них это делается. Плеханов был большой ученый, он раз и поставил вот эту формулировку. Производство или целью производства при социализме является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А поскольку есть Чурбаны, которые так и не усваивают, он последнее вот все курсивом, курсивом выписал всех членов общества. И это вот все курсивом на 22 съезде. Все, что курсивом и все, что к этому касалось, и выкинули. Оставили удовлетворение потребности. Хотите пить? Пейте. Хотите балдеть? Балдейте. У вас какие потребности? Диссертацию хотите? Пишите. Это не факт, что вы проведете ее. Писать-то вам, мы не собираемся вам мешать. Пишите, что хотите. Только смотрите, не выступайте против коренных положений нашей Конституции. А Конституция у нас, у нас Конституция сейчас замечательная. У нас есть господствующая идеология по Конституции? Нет. Ну так еще. Я вот, мы вот что сейчас должны сделать? Надо вот, товарищи нам срывают все, вот те, кто не идут в массовом порядке в университет. Как только у нас будет большинство? Ну это нас. Так? У нас нет же господствующей. Я вот считаю, что господствующая коммунистическая должна быть идеология. Мы для этого делаем то, что можем. Вы для этого можете делать то, что можете. Правильно? Ну представьте себе, все заниматься в Красном Америке. Вот москвичи хотели в этом году заниматься. Со мной разговаривали даже официально, что я им даже буду, значит, раз в месяц здесь консультации проводить. Но что-то мало их записалось. Потому что, чтобы заниматься, надо, между прочим, хоть там раз в неделю, но какое-то время этому уделить. А если вы не хотите время уделять сохранению страны, ну и страну не сохранишь. Сейчас приходится людям жизнью рисковать. Так что, вопрос о господствующей идеологии такой. Второй, значит, момент. Да, диктатура пролетариата там еще более интересная. Ленин тоже был уже в становлении, когда был молодым марксистом. У Плеханова было записано, в соответствии с указаниями Маркса и Энгельса в программе, в проекции программы, диктатуру пролетариата. А Ленин, когда прочитал это, это все очень легко познать, если возьмете шестой том, в полном собранном сочинении и там, в конце, записки, обмен записками, и тот проект, который Ленин представил, проект, который Плеханов представил, и вся эта переписка между ними. Ленин говорит, зачем еще эта диктатура пролетариата, хватит нам руководящей роли. Ну, Плеханов, большой ученый, взял из проекта программы и вычеркнул эту диктатуру пролетариата. А Ленин чего-то забеспокоился и начал читать. Он дотошный человек был. Маркса критику госской программы, Энгельса критику эрфордской программы. Приходит на очередное заседание, он смотрит, а куда это? Здесь же было положение, а диктатура пролетариата. Маркс критику госской программы, Энгельс критику эрфордской программы, на это сугубо указывал. Плеханов, большой ученый, он говорит, нет вопросов, диктатура пролетариата. Тем более он и предлагал. И у нас с того времени была, до 1961 года была диктатура пролетариата. А диктатура пролетариата, это что такое? Это пролетарская демократия, правильно? Демократия что означает? Что вот те, кто осуществляет диктатуру, вот те и господствуют, а остальные, они принуждаются. То есть интересы других гасятся и так далее. В той мере, в какой они противоречат интересам господствующего класса. Вот товарищ, он не выступает против господствующего класса, его никто не трогает. Вы будете выступать против господствующего класса? Ну смотрите, дело в вашем, у нас демократия. А что такое демократия? Будете выступать, будем наказывать. Но в Конституции нет записи, что у нас идеология буржуазная. Ну нет, правда, записи, что у нас коммунистическая. Поэтому весь вопрос решается вот таким путем, как мы ее с вами решаем. Чем больше занимается в Красном университете, тем больше в обществе коммунистической идеологии. Чем меньше занимается, тем меньше. И ничего не надо. Никто никого не трогает, никто никого ничем не бьет. Так, красота. Причем, Конституцию переделывали, я беспокоился. Думаю, сейчас начнут первые Конституции, никто же за нее не голосовал. Поставили там какой вопрос? Признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Вот если товарищ не признает, что с ним надо делать? Конституцию не признает. Ну понятно, что все, репетируют. Поэтому никто не голосовал, ни один человек за Конституцию, которую подготовили проект. Тем более у нас был проект Советской Конституции Слободкиной. Мы в этом участвовали, Совет Рабочих Ленинграда. И он, так сказать, фигурировал тоже. А я был членом Конституционного Совещания и наблюдал всю эту картину. И наблюдал картину, когда вышел выступать председатель демократического органа Высшего Верховного Совета. А все начали эти представители разных администраций деревяшками хлопать, говорить ему не дали. А нашего, так сказать, автора нашего проекта Конституции, поскольку он недалеко от Ельцина проходил, его взяли за аркзанги, портрет такой был, фотография, и вынесли охранники, и, так сказать, в фойе. А в фойе его опустили, и он говорит, будь здоров. После этого товарищи из Белого дома призвали всех, кто с этим возмущен, выйти с этого совещания. И я тоже ушел. И когда я пришел, попали мы в этот самый дом, в этот Белый дом, в котором, как выяснилось, долго решали вопрос, кого куда пустить, и наконец-то меня туда завели, там длинный стол, и там напитки, и яства всякие разные. И я сразу понял, что это просто другая стадия или другой этап. То же самое. То есть либо вот такая диктатура, как у Ельцина, это фашизм, это плохо. Фашизм это хуже, чем диктатура буржуазии. Это диктатура буржуазии в особой форме. Террористическая. И она связана с финансовым капиталом. А своего у вас нет, значит, с американским финансовым капиталом. Ну, как сейчас, так сказать, и получается в некоторых других странах. Вот, поэтому вопрос стоит в том у нас, какая, так сказать, работа должна быть на пути развития Совета в отмирании социалистической демократии. Чтобы Совет развивался, нужно их создать. Кто-нибудь запрещает создавать Советы? Нет. У нас даже вот некоторые органы так и называются. Совет Федерации есть. Это Высшая Палата нашей Думы. Не Думы, а Федерального Собрания. Низшая Палата Государственная Дума, а Высшая Палата Совета Федерации. А Государственный Совет собирается иногда? Собирается. А Совет Безопасности? Кто возглавляет? Я не вижу. А? Не. Ну, Вы что? Ну, заместитель. У нас есть первое лицо. Владимир Владимирович. Считатель. Ну, это Совет Безопасности. Значит, власть у нас советская или не советская? Ну, если по буквам считать, то советская. Потом, у нас ученые советы есть? Есть. Так что, это у нас, можно сказать, ну, не все вокруг советское. Ну, многое, по крайней мере, и так. Ну, на самом деле, мы подсоветуем, понимаем, определенные органы, которые формируются не так, как было после 1936 года, а так, как было изначально, и в 1905, и в 1917 году. И, так сказать, согласно тому документу, который был утвержден, тому, как вообще работают положения советы о выборах 1927 года. Вот в книге, у нас тут две книги есть наши с Александром Сергеевичем Казеновым про советы. Одна называется «Советы как органы власти», а вторая «Советы как органы государственной власти». Во второй, имеется эта выписка из документов о том, что по закону означали советы, и там уже, там все расписано, что советы идут по выборы, идут по трудовым коллективам, что нужно для того, чтобы были они, считались выборы прошедшими, надо, чтобы было где-то 38 процентов проголосовало «за». Почему 38? Ну, потому что это было приспособлено к производству, на производстве три смены. Три смены, это значит, точно 33 процента придут, ну, 5 процентов еще подойдут, и будет это действовать. Причем эти самые предприятия, которые выдвигали своих кандидатов, они могли отозвать уже того, кто избран членом совета. А с какого уровня? А с любого. А сколько уровня было у Советов? Два. Два. Советы были городские, даже, можно сказать, один. В городской Совет выбираются от предприятий. А Совет, а дальше уже не Совет, а дальше Съезд Советов. Ну, Съезд Советов, вот мы тут сидим, все члены Совета, допустим, Ленинградского. А вот товарища, который тут с краю сидит, вот он будет нашим делегатом на съезде Советов. Но в этой даже инструкции по выборам, там говорится, что порядка исключений можно с этого уровня на съезд посылать, и не членов Советов. Получается, это не Съезд Советов, а он и не назывался потом, перестал называться Съездом Советов, он стал называться как Верховный Совет. В чем разница? Большая разница. Если Съезд Советов, там представители Советов. А если там представители Советов, вот вы из какого Совета? Пензенского. Ну, смотрите, там вот, и пензенцы уже там к нам обращались, говорят, если он так будет, так сказать, защищать наши интересы, мы его отзовем. Так, и вы улетели. Откуда? Со Съезда Советов. А Съезд Советов избирает еще Центральный Исполнительный Комитет. А если вы туда пробрались, и оттуда вы улетаете. Ну, потому что если вы... То есть депутат только один, депутат предприятий. В городском Совете он как представитель этого, депутат этого завода. А он дальше съезд. А если Верховный Совет, ну, во-первых, выбор уже по территории. А по территории невозможно отозвать. Ну, как можно собрать какую-нибудь территорию, где живет там 150 тысяч? Кто это может снизу организовать? Никакого отзыва не будет. А карьеризм, что закончился с установлением диктатуры Полькареата? А бюрократизм, а ведомственность, а местничество? А все вот эти мелкобуржуазные устремления дать, которые у рабочих тоже есть, дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше. Что, это пропало, что ли? Это кто это, так сказать, решил, что это пропало? Ну, вот, к сожалению, это, так сказать, функции уже Советы не выполняли. Поэтому здесь получилось, что эта демократия стала сворачиваться. Настолько сворачиваться, что вот эти так называемые Советы, они никакой роли сыграть тут не могли. Они ничем не управляли. А партия управляла. А партия, если она разрастается, она перестает быть партией рабочего класса. Вот, наверное, вы представляете, что, если кто Сталина читал подряд, тот заметил, что вот выступали его оппоненты, тут Зиновьев с каменем, мы предлагали, что надо, Зиновьев особенно, что в партии надо сделать 60% рабочих. А Сталин говорит, если мы сейчас будем делать 60% рабочих, то есть у нас мы всех рабочих, которые были действительно рабочими, по 5-10 лет, как минимум. А Ленин считал, что рабочий в политическом смысле может считать, если он 10 лет проработал без посторонних целей крупной машинной индустрии. Мы этих рабочих всех уже в партию взяли. Мы сейчас, если будем брать, они вот недавно поступили в рабочие, мы их наберем, это бывшие крестьяне. И у нас будет партия не партия рабочего класса. Поэтому не надо за этим гнаться. А зато у нас уже при Брежневе партия была. 13 миллионов человек. И она не могла уже ничего решать. Потому что все решали. Есть секретарь парткома, есть секретарь райкома, есть секретарь обкомов. И в связи все есть и есть. А инструктора их вообще никто не выбирал. А, скажем, в райкоме и в других местах на них все держится. Я эту систему знаю, потому что я два года был членом Ленинградского обкома партии. И, так сказать, изнутри это все наблюдал. Как это происходит. Ну, кстати, так получилось, что выбирали тогда в порядке экспериментов по рекомендации районных конференций и, соответственно, предприятий. И я от двух предприятий, от Выборгского района, был кандидатом. И прошел через Выборгскую конференцию Выборгского района. И я изнутри наблюдал, так сказать, в Смольный проход был по партбилету, но в столовую Смольного по партбилету не пройдешь. Так что там это тоже было заметно. Ну, я, наверное, когда туда попал, я на одном из первых пленумов как член обкома, присутствовавший там, предложил проголосовать за то, что будет осудить тех, кто против диктатуры пролетариата. Проголосовало меньшинство. Значит, если у нас есть настоящие советы, то есть советы созданы по производствам, избраны, и трудящиеся коллективы могут всегда отозвать в любой момент Иванов, вы пойдите отдохните, пусть Петров поруководит. Вот и все. И никаких, так сказать, дополнительных со стороны, что легче очищаться аппарату, потому что карьеризм, бюрократизм, бедность, местничество, это, так сказать, болезни управленческие. Они у всех самых хороших людей могут быть. Поэтому не надо думать, что вот мы там... Дело в том, что плохие люди. Люди, может, и хорошие. Вот он сел в это кресло, ну, вот я вот сел, а с этим креслом связана зарплата. Вот ко мне пришли, а я ничем не могу вам помочь. Посмотрите, у меня обе руки заняты. А если я уже карьерист, я уже вот другой рукой за следующее место ухватился. Вы опять, вот вы приходите, а я-то, видите, не могу вам помочь. Потому что у меня заняты руки. Поэтому это страшная сила. И поэтому тут какая борьба нужна? Как-то тихо, скромно исчез партмаксимум, который Ленин установил. Чем хорош партмаксимум? Вот, допустим, я у вас начальник. Так? А вы рабочий. Сколько у вас зарплата? Скажи, секрет? Рабочего? Да. 50 тысяч. А? 50 тысяч. Сколько? 50 тысяч. 50 тысяч. Ну вот. А я, допустим, выбился в начальники. Видите, у нас сейчас кто говорит, он может быстро, значит, полететь туда куда-то. Выбился в начальники, и мне дали 800. А я слен партии. Ну, в того времени. Это что значит? 750. В кассу. Что? В кассу. В кассу партийную, да. 750, а 50 на руки. Мне рассказывал товарищ на даче, когда я жил, в Репино. Там товарищ был, который из таких хозяйственников крупных. У нас, говорит, на железной дороге начальник получал тысячи рублей. А главный инженер 800 рублей в месяц. Начальник дороги, член партии. Главный инженер, не член партии. Главный инженер 800 несет домой, а начальник дороги 500. Почему? Так что 500, а 500 остальные в партийную кассу. Можете хоть миллион получать. 950. 9,5, так сказать. Туда, а 500 сюда. Это очень сильно. И как-то вот мне это не понравилось. Это очень многим. Ну вот мы же не говорим, что вот не нужно поощрять. Пусть поощряют. А члены партии должны не разложиться. Если партия разложится, это будет уже не та партия. А партия, если будет разлагаться, то не будет никакой социалистической демократии. Будет демократия тоже гнить. Гниет она. Поэтому, вот когда Ленин выступал перед темми, кому он хотел сообщить итоги нашей работы, чтобы они это учли, он говорил про диктатуру Патриата не так вот, как в Великом Почине, что это вот то, что рабочий класс осуществляет, руководит, да, до полного уничтожения классов. Он говорил, что это упорная борьба. Это не так вот его сидеть и руководить. Кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Вот что такое диктатура Патриата. Если вы готовы к этой борьбе, так надо ее... Давайте, говорит, эту вот борьбу, на 20-м съезде предложили, давайте эту борьбу против сил и традиций старого общества уберем. А если убрать борьбу против сил и традиций старого общества, то что победит? Вот эти силы традиций старого общества победят. А вы, которые не боролись, проиграете. Или кто-то там... Одиночки, может, и не проиграют, а рабочий класс проиграет, народ трудящийся. Вот такая получается картина. Поэтому в связи с этим вопрос. Можно подойти к тому, чтобы государство перестало существовать и отмерло? Через что? Только через диктатуру пролетариата. И вот тут товарищ Бухарин выступает, как всегда, с какой-нибудь глупостью. Что, дескать, вот... Это Ленин отмечает, когда писал «Государство и революции», что Бухарин выдвинул лозунг, что мы дойдем до полного коммунизма и вбиваем осиновый кол в могилу государства. А Ленин говорит, «Так это же государство диктатуру пролетариата. Оно вас сюда привело. Это ваше главное оружие и орудие. Ему памятник надо поставить гранитный». Вот Ленин у нас стоит, а диктатуры пролетариата памятников нет. Но это можно считать, что памятники Ленину, это памятники диктатуры пролетариата. А нет, давайте, это осиновый кол. Точно так же, как некоторые иногда начинают рассуждать, что был теоретик Бухарин, он говорил о врастании кулака в социализм. Но если бы он вот сюда пришел на Красный университет на экзамен, я бы сразу ему дойку влепил. Как это социализм? Это общественная собственность? А кулак может быть? А кулак – это буржуа. Так у вас переходный период или низшая фаза коммунизма? Если у вас коммунизм, если у вас социализм, то, следовательно, то есть коммунизм в низшей фазе, у вас кулаков не может быть тут. Поэтому кулак никак не может врасти в социализм. А если вы вносите сюда, втаскиваете кулака, значит, вы уничтожаете социализм. Вот кулачник этот Бухарин. Тем более возьмите то, что говорил Ленин в письме к съезду. Он говорил, «Ну, у нас из молодых сил, вот, Бухарин. Он никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики». Обратите внимание. И в нем есть что-то схоластическое. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Здорово, я похвалю вас. Если вот вы будете сдавать экзамен, то ваше теоретическое воззрение с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Экзамен по марксизму. Это какая оценка? Это очень маленькая оценка. Ну, тройка, пучка. А? Ниже нуля. Ниже нуля. Вот такая получается картина. То есть, отмирание, демократия, это что означает? Это полная победа рабочего класса, доведенная до достижения конечной его цели, когда он перестает быть классом, когда общество становится бесклассовым. А раз нет классов, нет и государства. А что остается? А споры будут? Будут. А дискуссии будут? Будут. А какая-то борьба будет? Будет. Наоборот, можно и теоретически убеждать друг друга. А почему обязательно? А вот без принуждения дойти до этого нельзя. В этом, так сказать, вот теоретическое достижение и Маркса, и Энгельса, и Ленина. И это вот главный оселок, на котором нужно определять, кто марксист, кто не марксист. Поэтому из всех тем и проблем, которые мы с вами изучали, вопрос о диктатуре пролетариата самый главный и коренной. Вот если в этом вопросе человек не разобрался, он не марксист. А если он, то есть он так гонит, на Бухаринской или Хрущевской точке зрения. И тогда все остальное прекрасное, так сказать, это вот как нули. А если эта единица есть, тогда нули. Прибавляешь и получаешь миллион. А если этой единицы нет, то не о чем разговаривать. Вот примерно к каким выводам мы приходим. Да. Если мы там стоим. Сейчас мы сделаем 10 минут перерыв. Так, чтобы осуществить права. Никто не защищает свои права. Я их узурпировал. Вот вы на конкретном примере можете видеть. 15 минут украл. Ужас. Когда Ленин в государстве революция говорила, что нельзя просто взять и обладать старым аппаратом государства, его необходимо нарушить или сломать. Да. Касательно армии. Да. Что конкретно предлагалось сделать армию? Распустить, демобилизовать ее? А никто не сомневался, что она распустится сама? Они же расходились. Да. Но потом же они собрали свою армию. У нас армия же была. Сначала это ее не было. Сначала не было. Ну вот начали делать Красную армию. Имелась рабочая гвардия. И эти солдаты присутствовали везде. Как вы помните. Поэтому, поскольку речь была о Советах и о земле, поэтому все солдаты, которые хотели получить землю, все поддерживали конференцию. Поэтому и Смольные охраняли солдаты. Вы картины. Вот возьмите того времени. Все они. Это крестьянин строкиумы. Так, хорошо. Поэтому никто, скажите, красный, никто эту старую царскую армию не разгонял. Наоборот, эти царскую армию пытались использовать. Там, с этим, дали их начальника другого, и так далее. Ну, как вы понятия, от нее толку ничего не было. Но поддержка какая-то была. Именно исходя из того, что там крестьяне в армию. С крестьяном вы должны работать? Да. Ну, то есть, ружье за плечами, то все равно. У нас их, тем более, уже собрались, выступайте, идите, объясняйте, что делать, что вы даете землю, надо сражаться за землю. А после того, как землю стали забирать, вот тогда лучше стали воевать все. Я все-таки, простите, я не понимаю. Был лозунг, ну, уничтожить старый аппарат, уничтожить армию и полицию. А что такое уничтожить, это превратить в ничто, то есть, чтобы он стал другой. А вы как-то это уничтожить, понимаете так, что надо его взять и расковаривать. Нет, такое неправильное понимание. Уничтожить, это превратить в ничто. Вот ваше, скажем, незнание, что превратить в ничто, надо вам прочитать, это я не очень. И все. А вы думаете, я должен взять эту книгу прямо по голове, что ли? Это не подозревало, что государство правитата будет без армии. Ну вот как вы себе представляете, вы пришли в Смольный, кого там выгнали, начальство разбежало, самое крупное, все остальные прекрасно работали на Польской области. Или, вот вы, наверное, в курсе дела, что Ленин приглашал к себе всех арестованных, не по-дому, министров, временного правительства. И спрашивал, будете работать? Будете работать? Честное слово, даете, что не будете воевать против сельского власти? Отпускаем. Не даете? Не отпускаем. Будете сидеть, педапазмом. Все дали честное слово, можете поинтересоваться, биографию бывших членов временного правительства. А люди царетели бы? Все выполнили, все выполнили обижательство. А вот злодей такой был, Краснов, который, правда, тоже отдавал, под честное слово, его Ленина спустил, поехал на Донн и стал, чтобы белую гвардию собирать. Зато его потом англичане передали нам и его повесили. Знаете, за что вы повесили? Не за то, что он воевал, а за нарушение слова офицера. Нет, царетели же что-то там на Кавказе с турками. Да, царетели за меньшевика, он в правительстве-то не был. Ну как там, во время правительства конечно, что бы было? Ну вот они все честное, но они честное слово, дали честное слово, Ленину дали. То есть он не исчезли, значит, превратить ничто. Конечно, армия ничто и стала. Царская армия не стала, появилась Красная армия. И какой-то период даже с немцами какие-то наши воевали, но, но, почему в Абресском мире съезд целый, седьмой собирали? Ну никак Ленин не мог увидеть, что убегает, разбегается армия, сейчас придут нас всех к ногтю ищут, а они продолжают кричать там, честное слово, даешь, мы пойдем, в Европу, куда вы пойдете, у вас армии нет. Армия расходится, отступать, лавировать, выжидать. выжидать. Ну и вроде бы, и получилось так, там Дзержинская интересно выступала, что я, вообще-то, с Лениным не согласен. Я согласен с Бухарином, который, революционную войну пойдем, пойдем сейчас воевать с немцами. Ну вот этих, сейчас, главных революционеров поубивают, остальное все распадится. Но, я говорю, а Ленин сказал, тогда он уйдет из всех постов и все, пойдет к народу. Я думаю, что без Ленина мы пропадем. Поэтому я буду голосовать за предложение и все, что без Ленина Вот, пожалуйста, Дзержинский там, рыцарь, революция, и все. Не понимал. Потому что, кроме, так сказать, всяких приказов установления, нужно еще разбираться в таких вещах. Такие вещи, как классовая борьба. Тут все равно эта армия, эта царская армия воевать не готова и не будет. в целом. А за землю еще будет. Поэтому ее за землю немножко сюда привязали и использовали. А уж Красная армия, когда была создана, она уж воевала. Ну и тогда в Красную армию пошли уже и люди, в том числе и бывших солдат. В том числе. То есть, такие вот значения окажутся, уничтожить классы. Как прямо кажется, что их прям бьют, их уничтожают. Но это на самом деле уничтожить означает превратить в ничто, чтобы их не было. вот что это означает. А это длительный процесс. Потому что вы не можете его уничтожить так, что вы кого-то просто прогнали. Это не получится. Невозможно. Но постановка вопроса очень суровая. Ничто должно быть. Буржуазная армия должна быть уничтожена, конечно, в конечном итоге. И пролетарская армия должна быть создана. Без этого диктатура не получится. Ленин как раз насчет Бухарина отзывал, когда Бухарин написал рецензию насчет книги «Косударство революции». Ленин писал, что Бухарин убил не то, что Ленин как раз о чем писал. У него есть замечание на книгу Бухарина «Перекодный перезор». Полностью в район сочинений нет. Есть такое издание «Ленинские сборники». Там по мере нахождения материалов они формируют и сдают. И вот в этих замечаниях говорится у Бухарина в книжке говорится, что при капитализме товар, при социализме продукт. Ленин пишет справа «Не то, что надо написать продукт идущий потребление не через рынок». Ну продукт то есть нельзя то есть общественную корму нельзя. А претендует. Поэтому он и говорил про него. Никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретически воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Но он стал директором института Ленина при Сталине. Чудеса. Людей было мало. Это удивительно, как можно было продолжать работать с Троцким, который заборол этот мир, который привел к таким катастрофам почти Петровград. с кем работал? С кем работал? работал? Ну вот вы с Том посоветуете. Ну вот есть у нас люди в Красном институте позанимались. Это достаточно чтобы для победы социализма? Ну вот мы издаем газету 50 тысяч экземпляров. 50. Раздаем ее по утрам у завода. Это очень важно. Другой такой газеты нет и другой организации такой нет. Который это делает. Но это же недостаточно тоже. Значит у нас ответы на вопросы. Вопросы просьба задавать громко ясно четко имею ввиду что они все записываются и идут в эфир. И ваши вопросы это вопросы и тех кто тоже хотел бы их задать но он так вот не подсуетился и почему то он еще не в Красном университете но он еще может к нему поступить летом будет новый набор и они смогут тоже учиться. Пожалуйста. Полкович Сергей слушатель Красного университета вопрос следующий относительно 1336 года выборы совета от предприятия они были именно отменены или их разбавили выборами территорий нет инструкция другая была вот там вот есть книжечка вторая совет экоформа государственной власти инструкция там приложена и эту инструкцию я узнал когда праздновали в думе в государственной думе праздновали праздник очередной демократии там запись такая была на диск мы нашли там вот этот самый текст документов которые говорят как организовывались выводы выборы были в коллективах по коллективу все 38% проголосовать надо чтобы считался избранным чтобы отозвать самое главное это не выборы самое главное в демократии вот если вы можете меня выбрать это здорово вот еще более здорово если вы можете меня снять отозвать а если вы меня отозвать не можете то это карикатура на демократию и вот в этом самом расписано это и право расписано о том что тот коллектив в любой момент может поставить вопрос также собрались проголосовали и он допустим уже сидит в центральном исполнительном комитете съезда Советов Депутат его. Он же депутат этого предприятия, остается. И он член Совета Городского. Никаких других Советов не было. Это потом сделали Верховный Совет. Два уровня Советов. Есть городские Советы, есть Верховный. Нет, это был съезд Советов. Советы были только городские, то есть непосредственно связанные с предприятиями. Ну или областные. И человек, ушедший, так сказать, изъятый из городского Совета, если он при этом уже успел быть делегатом съезда Советов, он оттуда выпадал. И, соответственно, он выпадал, если он попал в Центральный исполнительный комитет, и оттуда. Но это не значило, что там дыра образуются, но вместо меня пойдет вот он. Тот коллектив, который предлагал, может предложить другого. Голосует-то, завод же проголосует. Ну или два или три завода, так, чтобы примерно одинаковые были нормы представительства для каждого депутата. Если крупный завод, например, Кировский завод, вот в 89-м году там еще были, были, так сказать, выдвижения было, по крайней мере, по коллективам. На Кировском заводе, например, одно производство танковое, там 10 тысяч человек было. Поэтому, как вы предложили, вот я, например, был кандидатом, но дальше не прошел. Прошел Сергей Андреев, который на буржуазной позиции стоял. От Кировского завода. Ну, что есть, то есть. Это, то есть, не означает, что нет борьбы, в том числе и идеологической. Но на заводах должна вестись эта борьба. Надо рабочих просвещать, а не только где-то в учреждениях. С рабочими контактов было очень мало. Еще там в раннее советское время достаточно большие. Вот я, например, был на кафедре политэкономии, поскольку политэкономы считаются общественной кафедрой, нагрузки у нас меньше, там, скажем, у нас 550 часов, а у кафедры конкретной экономики 800. Зато мы должны приходить на заводы и выступать. Мало мы выступали на заводах, больше на каких-нибудь собраниях. А вот там, где начинается забастовка, вот иногда меня туда приглашали. А, в принципе, хотя вот сейчас ознакомлений с тем, что делается на заводах, вообще нет никакого. То есть мы абсолютно изолированы от этих самых заводских коллективов. Но я вот, скажем, участвовал в работе профсоюзной организации докеров морского порта и являюсь консультантом первого конкретного терминала профсоюзного комитета. Они выписывали пропуск через соответствующую службу ФСБ. Ну и, так сказать, я там мог приходить и выступать во время обеденного перерыва, там, где люди, вот, собираются в бригаду, в бригаду. Это, то есть, очень такое сложное дело, чтобы, так сказать, люди грамотные могли кому-то помогать и учить, и делать. Еще вопрос? Что они изменили в 36-м году? Что они изменили в худшую сторону в 36-м году? Они не изменили, а ликвидировали советы выбора трудовых коллективов. Выбор в программе партии. Вы программу партии читали? Там что написано? Не читали. А что вы не читали программу партии, которую Ленин написал? Там написано, что выборы проводятся по предприятиям. Что основной избирательной единицей, основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. Вот что написано в программе партии. Берете программу партии, которая была до 61-го года, и смотрите. Вот там так было записано. Или берете просто программу партии. Программу партии вы можете взять, она же была в таком виде, существовала с 12-го съезда. Ой, с 8-го съезда. Эта программа, тверденная на 8-м съезде, просуществовавшая до 61-го года. При Сталине ни одного слова не поменялась программа партии. Вот поэтому все, так сказать, никто уже, если я, например, был депутат, а вы были, так сказать, преорганизатором моего избрания на заводе, а потом увидели, что я уже сижу и занимаюсь своими делами, то такая ваша малина, что вы могли собрать собрание на заводе меня отозвать, закончилась. Теперь меня никто отозвать не может, потому что собрать всех вот избиравших меня людей, это совершенно немыслимо. 300 тысяч, вы соберете, что ли? Это невозможно. А собрать тех, кто выдвигал, вот тех, кто вы предлагали, они могут отозвать. И послать вместо Иванова Петрова. Петров, не то делай, Сидорова, Сидорова, Степанова, и все. По Нижегородской области до этого события 300 депутатов было отозвано. Это редко, где можно найти такие данные. А после этого никто уже никого никогда не отзывал. Как вы отзовете? Все сверху. Вот если я ваш начальник, а вы депутаты, я организую территориальные единицы, чтобы район или целая область проголосовала против. Это было. То есть использовать механизм голосования для того, чтобы от кого-то освободиться, это пожалуйста. Допустим, по заданию Хрущева. А вот снизу, все, все закончилось. То есть на этом выборы в Советы завершились. Поэтому в этом смысле власть не стала уже советской. То есть она под название советская. А диктатура предприятия не исчезла, потому что это ухудшило ее функционирование. Но не исключило ее. Я помню, что в Перестройку там критиковали принцип, что это вообще неправильно, что выбирать по предприятиям это неправильно, что там вот эти, кто работает, они не представляют интересы жителей. Не рассказывайте мне. Я вот это хорошо знаю, потому что в это время мы как раз вели дискуссию с теми, кто был против выборов через трудовые коллективы. И, так сказать, довели ее до того, что в Москве в двух районах проводили выборы уже по заводским предприятиям. То есть оставалась еще, получается, 1991 года такая система, да? Эта система, вот она, как ее изменили в 1936 году, так она и такая и висела все время. То есть эта система не мешала, она благоприятствовала загоневанию всего государственного аппарата. Ну как вот, все портится, ну никого невозможно отозвать. Интересно, человек не мог два раза проголосовать по территории, по месту проживания. По месту проживания он вообще не мог голосовать. Вот, например, те, кто пенсионеры, там, другие люди, которые не работают на заводе, они приписывались к этому. Вот к заводу идут, пойдут на завод, на собрание, и участвуют в этом собрании. Это не проблема. То есть что является основой? Либо основой являются, так сказать, заводские коллективы, либо основой является непонятно что. Что у вас общего с теми, кто живет на вашей, так сказать, лестничной площадке? Выключатель. Ну, может, батареи. А в обществе, это что общее? Для ничего. Если брать те инструкции, на которые вы ссылаетесь, которые приведены в книжечку, там как-то не очевидно, что трудовые коллективы. Очевидно. Там рассказывается по территории, то есть, кто выбирается в сельской местности, там рассказывается, когда про сельскую местность рассказывают, там остается по производству, потому что у них производство проживания и торговой коллектив совпадает. Там оговаривается, что если нет на территории крупных заводов, то там по территориям тоже выбирается. Тоже? Кое-кто, да. На селе. А теперь у нас как на селе избирались, а теперь раньше город вел за собой село, заводские рабочие, фабрично-заводские, а теперь село повело за собой город. Куда оно его привело? Да. Вопросик, Марата. Как очищается партия рабочего класса от врагов коммунизма? Партия рабочего класса, это же политическая партия, это организованные силы, это авангард класса. Так? Поэтому партия рабочего класса никак, всем отличается от врагов коммунизма. Только они распалены в враге коммунизма. А партия рабочего класса, это авангард класса, который организует весь класс для борьбы за коммунизм. И как она очищается? Как она отличается? Очищается. Очищается? Вот этот вопрос об очищении по существу мы сейчас и обсуждаем. Потому что, чтобы очищать от каких-то рядовых членов партии, очень просто собрались и исключили. А если это начальники, которые большие уже хозяйственные или административные посты занимают, то вы их вот без такой системы, которая позволяет собрать заводской коллектив, и отозвать с начальственного поста. Это во-первых, а во-вторых, это Порт Максимум. Порт Максимум, я про него сказал, что он как бы растворился. Концов нет, он не стал. Известно только, что Ленин, когда ему попытались заплатить больше 500 рублей, он отказался. А я могу еще сказать, еще был такой эпизод, когда сформировали Компартию Российской Федерации, вот и я, и профессор Золотов, и Сергеев, они участвовали в этом деле. И я был членом Роскомитета, и как раз такой был момент, когда еще никого не избрали, ни одного, в комитет центральный. И мы сидим, и у нас где-то полтора часа было времени, и, так сказать, сидят просто и ждем, когда подготовят там выборы Политбюро. А дальше и секретаря. Ну, я решил в порядке, так сказать, эксперимента, говорю, ну вот мы здесь сидим, здесь пока никто у нас ни первый, ни генеральный. Как вы относитесь к Порт-Максимуму? Давайте проголосуем. Ну, поставить я мог, я в этом, в Организационном комитете был по проведению. Ну, и проголосовали. Большинство было против Порт-Максимума. Ну, и все, мне стало ясно сразу, что будет дальше от этой самой КПРФ. А потом уже мы услышали у Зюганова, когда он выступал и говорил, мы не против разгосударствления. То есть мы не против частной собственности, а кто не против частной собственности, тут никому не. А что касается частной собственности, как таковая, только частная и только государственная, показали свою нежизнеспособность. Частная была дополнена многими коллективными формами владения и сегодня успешно развивается в тех же Штатах, Японии и других. У нас была чисто государственная, мы ее должны разгосударствовать. В том числе, прежде всего, через интересы коллектива. Вот наш реальный путь. Если он не против. Если коммунист, то он против частной собственности за общественную. Я правильно понимаю? Ну, а как же? Вопрос из Андрея. Михаил Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли было избежать Первую мировую войну? Ленин называет Российскую империю империалистической страной. Почему? Я не видел, чтобы Ленин называл ее империалистической страной. Такие вещи делаются так. Том такой, страница такая. Может быть, мне это не встретилось. Я вообще Ленина прочитал полное собрание сочинений. Наверное, я бы заметил, если бы он где-то Ленин об этом говорил. Но если я вдруг пропустил, то я бы был благодарен тому, кто бы сказал, а вот, Михаил Васильевич, он такой, страница такая. Какой разговор? И все на этом. Как это он называл империалистической страной? Он говорил об империалистических державах и блоках. И мы, конечно, были в блоке с такими империалистическими державами, как Франция, как Англия. А скажите, пожалуйста, у нас были заводы русских капиталистов во Франции или русских капиталистов в Британии? Или наоборот, были французских и британских капиталистов здесь, в России? То есть Россия была в империалистическую эпоху страной, которая вывозила капитал, или страну, в которую ввозили капитал? Ввозила. А? Ввозила. Ввозила, вот и все. Особенно в банковской сфере. Да, и это, кстати, вот их вот в 17-м году как раз вот от этого сразу отрезали. Всю эту часть, которая была вмешательством иностранных империалистов в дела России. Но это вот не ново. Товарищи у нас не заглядывая, так сказать, в святцы, то есть ни на что не ссылаясь. Вот они утверждают и думают, что это так просто проскочит. Не проскочит. Ваши коллеги, которые рассказывали, как раз они не говорили, что империалистическая страна. Что-что? Ваши коллеги оттуда говорили, что Россия царская была империей. И на мой вопрос как раз, короче, это за это и ссылались на развитие капитализма в России. Ну, в смысле, на этом. Может быть, надо ссылаться для этого на другую книгу. На империализм, как высшая стадия капитализма. Да, да, вот на нее ссылались. Ну и что, в этой книге написано про империалистическую Россию, да ерунда? Вот это говорит об уровне, в том-то и дело, что почему нужно иметь, вот в чем смысл красного института и обучение в нем. Ну, то есть, мы же должны, и вот вы в данном случае, как выпускники, должны быть не людьми, которые верят первому попавшемуся, а которые, так сказать, цепко спрашивают, где? Ну, если есть такое, то он страница. Ну, если я доказываю. Я вот вам говорю, что в программе, вот можете взять и проверить. И сказать, что же вы говорите, вот в программе так написана партия, а вы такое говорите. Ну, так вы взяли и поймали. Это же очень легко проверяется. И потом, это же уникальные книги, а их не так много прочитать. Вот мы с Маратом Сергеевичем Рудовиченко решили для павлиаризации пообсуждать все тома. Ну, все тома Ленина, 45 томов, письма не трогали. 45 томов обсуждены. Это год прошел. Ну, год, что такого страшного? Год. Но зато это 45 томов. И сейчас мы обсуждаем, закончили обсуждение Сталина. А, так сказать, и материалы этого обсуждения публикуются. Вот в расшифровке участвует товарищ Пронин. Это большая работа. А я потом это редактирую, и мы это вывешиваем, чтобы люди это могли смотреть, сами читать. Но самое хорошее, если бы люди и прочитали. Мы же в стране живем такой, в которой, как говорится, надо не просто уважать Ленина, как Ленин говорил. Мы хотим, чтобы нас поменьше почитали, а побольше читали. А почести раздавать. Давайте отметим что-нибудь. У нас тоже в партии есть такие моменты. Давайте, как мы будем отмечать праздники. Какие праздники-то? Какие праздники-то у нас будни такие, черные, а мы будем праздники отмечать. Как вот Ленин говорил, нужно отмечать революцию. Праздник революции. Лучший способ отметить юбилей Великой революции, сосредоточиться на нерешенных задачах. Так? Нет праздника, юбилей. У нас в стране, у нас сокращается население России. У нас семьи теперь такие, два взрослых, муж и женой, и ребенок один. Давайте праздновать будем. За что будем чокаться? За то, что мы на это не будем обращать внимание. Пусть оно идет, как идет. Это даже продолжается. Другое дело, что у нас условия замечательные. Не будем забывать, что у нас капитализм после социализма. И эти все капиталисты, они всякие посты имели. Ну вот Венка здесь же была у нас, так сказать, в руководстве. Комсомольская жизнь, так сказать, у нее прошла. Комсомолка. У нас, так сказать, сплошь. Поэтому, как вот они, им сейчас трудно выступать. Поэтому и в Конституции нет. То есть, вот никто нам не может запретить проводить Красный университет. Вот люблю я вот эти произведения. А вы любите другие, создавайте. Желтый университет, зеленый, серо-буромалиновый. И проводите, что хотите. Мы не против. Тем более, вы видите, что у нас ставка не на то, что вот мы вам наговорим. Мы, конечно, выступаем. Это необходимо для учебного заведения. Но мы ссылаемся на литературу, которую вы в состоянии, грамотные люди взяли, почитали. И проверили. Сказали бы, вот, Михаил Васильевич, вот написано. Вот, а вы будете открыть и вот. Это я понимаю. Если бы мне на такое указали, я бы только порадовался. Потому что, ну, бывают ошибки. Не исключено. Вопрос от Игоря. Здравствуйте. Стоит идти начальству хорошему человеку при капитализме? Что-что? Хорошему человеку при капитализме стоит идти начальству? Хорошему? Хорошему, хорошему. Ну, разное бывает начальству. Если, скажем, идет какая-то разработка какой-то новой техники, ее постановка на производство. Стоит участвовать в этом? По-моему, стоит. Если человек закончил технический вуз, специалист, а он вместо того, чтобы продавать, стоять на рынке, как дурак, иди, занимайся развитием. Потому что технический прогресс, развитие производительных сил марксисты поддерживают? Вот если ваша деятельность направлена на развитие производительных сил, хорошо. А если другая сторона производительных сил, субъективный фактор, развитие человека. Развитие человека, если человек посвящает свою жизнь педагогике и развитию человека, это положительно же? Хоть при капитализме, хоть при феодолизме. И это уважают, между прочим, общество. Не только, так сказать, социалистическое, но и другие общества уважают. Ну, папаша у Ленина, ему дворянство дали за это. А Ленину это помогло поступить, вот здесь экстерном задавать, и дальше бы не оформить ему. Сейчас вот ни за что экстерном вы не сдадете, хоть вы 10 раз Ленин. В наш университет, чтобы кто-нибудь экстерном что-нибудь сдали, да никак вам не добиться, умрете, не получите. Вопрос от Фора. Можно ли что-то хорошее позаимствовать у наших товарищей из Азии? И седа, то приведите пример. И про наших товарищей из Азии. У нас товарищ, например, есть Мергей Истинов, он участвует в рабочей нашей партии, раздает народную правду у предприятий в Казахстане. Вот это наш товарищ. Это во-первых. Во-вторых, я в Казахстане был участником совещаний по ценообразованию. Там были экономисты, которые были, как и я, за снижение цен, а не за повышение. Но мало. Но мало, но... А вы имеете в виду какие есть? Я же не знаю, что вы имеете в виду. О кого имеете в виду? Я думал, что вы имеете в виду. Ну, в Корее и Северной вообще там есть замечательные вещи. Я там был две недели. И самое интересное в этой Северной Корее, то, что они такой нашли метод, аналогичный тому, на что мы намекаем, как отзыв депутатов. Там каждый руководитель, кроме одного, самого первого лица, обязан один месяц проработать с неосвобожденным секретарем какой-нибудь ячейки производственной, или сельской, или заводской. И вот, вот он... Рис там сажают, между прочим, вручную, в воду. Стоят в грязи, и, значит, не механизирован. Вот так, вот так, туда-туда-туда-туда. А как-то мы... Сколько я там, глава делегации, еще один у нас был, значит, руководитель отдела народной правды, Фетисов Ларис Лаврентьевич, и один товарищ с телевидением. Мы записывали все. Нас провозили по всей территории. Мы как раз были в одном селе, и там совхоз, ну, типа совхоза, предприятия. И нам рассказывают наши корейские товарищи, из Министерства иностранных дел, в хороших таких пиджачках, с основными очками Кемерсена, что вот тут вот был Кемерсен, и он здесь вот, так сказать, вот и обращался к трудящимся. Я говорю, давайте мы сейчас пойдем, и вот там как раз, видите, работает у вас там молотилка, давайте пойдем туда. Они говорят, грязно же. Я говорю, да Кемерсен же ходил. Ну, в общем, они пошли, пошли, решились. Приходим туда, а тем все так остолбенели, ребята молодые, и вдруг приходят из Министерства иностранных дел, со значками, из ЦК, и иностранцы, то есть русские. Ну, и мы начинаем спрашивать, они обмолачивают рис. Обмолачивают, и тут же все это, значит, вяжут снова снопы и складывают. Я говорю, что вы делаете? Зачем вы это снопы-то снова складываете? А это, говорит, мы японцам отправим, а у них получим за это много всего хорошего, торговли. Мы им, значит, солому рисуем, они из нее циновки сделают, все эти тапки и так далее. А мы там то, что нам нужно о Корее получить. И начал на это нам, значит, объяснять, как это делают. Потом, говорит, остановил это товарища, рабочего, который там работал, и снял свой пиджак, и раз, и показал, как это делается, как он ее вот собирает, эти снопы кидают. Я говорю, что-то у вас ловко так получается. Да я, говорит, месяц тут работал. То есть вот он. А заводелом, который с нами вел беседы, так сказать, как бы официально, он говорит, вы извините, говорит, я вот сейчас, я начальник тут отдела, я должен был сначала заместитель с вами встречаться, потом уже я. Но завтра я ухожу неосвобожденным секретарем партийной организации в колхоз. Поэтому я сегодня с вами встречаюсь. Пожалуйста, это реально. Но это месяц так побудет на предприятии, и поработает, и вместе, так сказать, посажает, и поговорит, и покушает, и посмотрит. Это, конечно, сильная вещь. Это не просто, так сказать, быть просто под угрозой того, что тебя отзовут. А он просто рядом будет работать целый месяц, в году. Каждый, кроме одного, первого секретаря. Кроме КМЧН. Идра тогда, а сейчас уже, кроме КМЧН. Вопрос от Александра. В книге «Логика и учебное пособие» Гусева есть раздел «Определение понятия». Как эту фразу «Определение понятия» можно трактовать с позиции категории диалектики Гегеля? С позиции категории диалектики Гегеля это «Оксимирон», то есть такая каша. Вам хочется сказать, что такое понятие? Так и скажите. Что понимать под понятием? И что понимать под определением? У каждого из этих категорий есть соответствующее определение. Что такое определение? Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечета, с мнением бытием. Так написано. Вот такое определение. Причем это очень легко расшифровывается. Качество, которое есть в себе. Вот вы сейчас в себе или не в себе? В себе это вы равны сама себе. А если бы вдруг вы стали не в себе, сейчас выбежали, стали меня рвать на мне волосы и сказать, что вы тут нам преподаете? Это было бы не в себе. Это отрицание. А в себе бытие это вот качество, которое сохраняется в изменениях. Вот это его определение. Ваше определение о хорошем человеке. Если вы обычно что-то хорошее делаете, и это обычно. А если вы хорошее делаете иногда, то вот сюда приходите такой гладкий, добрый, а потом как выйдете на улицу, хорошее определение, очень понятное. В себе. Вы в себе или не в себе? Ну так вот, в себе равен самому себе. Все нормально. Что тут непонятного? То есть кажется, что у Гегель сначала дикие такие вот слова. Что за в себе бытие? Качество, то есть какую-то взять в вашу определенность. Если умный, так вы все время умный, а не то, что сегодня умный, завтра напьетесь и будете, значит, там, бутылками, здесь. В себе бытие. В простом нечто. И сущность находится единственным, с другим моментом, это в нем бытием. То есть, что такое в нем? В нем указывает на то, что вовне. Потому что ваше внутреннее связано, только тогда внутреннее, если вы разделяете внутреннее и внешнее. Ваше внутреннее выражается вовне. Правильно? Вот. То есть, не такая ваша доброта, которая ни в чем, а которая у вас внутренняя проявляется вовне. Если ни в чем не проявляется, нет у вас никакой доброты. У меня она есть. Если я, я, говорит, человек нехвастливый, я просто самый умный и самый знающий. Примерно так это будет выглядеть. Скромный. Я самый скромный. То есть, сначала, кажется, вот у Гегеля некоторые вещи звучат дико. Думаю, что это за хуй это написано? Катя, то есть, которая в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве, с другим моментом этого нечто, в нем бытие. А я вот вам объяснил, что тут непонятного. Понятно. Вот. У вас видно, что ум там листит, А так оно не только в себе, оно и проявляется во мне. Вот. Как человек выступает, как он действует. Правильно? А если ничем не проявляется, то хороший, человек, но еще ни разу не видел, чтобы он что-нибудь хорошего сделал. Это у него тогда, есть это определение, это его определение тогда, нет у него такого определения. Так. Так, сейчас. Читал уставе вашей партии, что среди пунктов написано, работать в одной из партийных организаций. Что это за организация? Ну, у нас вот, например, есть сейчас московская организация, ленинградская организация. Ленинградская у нас, поскольку у нас не во всех городах есть достаточное количество членов партии, поэтому многие находятся, у кого там два только человека, или три, находятся в ленинградской организации, и Нижегородская организация. Кроме Нижегородской, там еще есть другие, из других городов. Пока у нас три организации, ну, такие, распространяющиеся на всю Россию. Во всяком случае, где бы человек не появился, он будет работать в одной из организаций, либо в московской, либо в ленинградской, либо в Нижегородской. И там числится, пока не отпачкуется еще кто-нибудь. Там уже выпутали все. Да. Скажите, пожалуйста, есть категория стоимость? Есть. В капиталистическом хозяйстве, товар. Она не только в капиталистическом, она есть и раньше была. И раньше, да. В товарном хозяйстве. В товарном хозяйстве. В товарном производстве. Когда мы переходим к статистическому хозяйству, у нас же человеческий труд сохраняется. Какой? Человеческий. Значит, и абстрактный сохраняется. Мы же трудимся, а понятие, ну, стоимость у права... Нет, абстрактный не сохраняется у вас. Человеческий сохраняется, а абстрактный нет. Потому что вы будете делать конкретные предметы потребления, удовлетворение конкретных человеческих потребностей, они абстрактные. Нам ваши абстрактные продукты не нужны. Если вы слили тут молоко с водкой и продаете, и хорошие деньги делаете, нам это не надо. Абстрактный труд, потому что он абстрагируется тем, кого интересует стоимость. Вот вас интересует стоимость, как производить для товара, больше ничего. Сам бы ел, да деньги надо. Меня эти пирожки не интересуют, которые я продаю. Меня интересует, сколько я от вас получу, правильно? А я себе сделаю, не беспокойтесь, будет очень нормально все, хорошо. То есть категория стоимости существует, пока существует обмен по стоимости? Категория существует, это категория товарного хозяйства. Это написано у Маркса однозначно. Вы же изучаете категорию товарного хозяйства. Вы изучаете политэкономию, капитализма. А социализм какое хозяйство? Недавно. Называйте их. Ну что значит нет? Вы неплохой человек, а хорошие у вас слова нету такого? Как называется хозяйство? Общественное. Общественное. А капиталистическое это уже общественное. И феодальное. Непосредственно общественное. Вот. Непосредственно общественное. Поэтому раз оно непосредственно общественное, то нет этой вот границы. Все это абстрактный труд. Я вообще тружусь, лишь бы трудиться. Вот это. А социализм говорит, что умеете. Могу копать. А еще что? Могу не копать. Вот вам абстрактный труд. Человек должен конкретно всегда думать, какие потребности вы на своем заводе будете удовлетворять своими продуктами. В этом смысл деятельности. А на это направлен план. Вы ему даете один план, а он старается сделать, если ему план в этих метрах труб, он старается тогда маленькие трубы, тоненькие и длинные делать. Если ему по весу, он начинает делать здоровые, тяжелые. То есть, столько есть вариантов уйти в ходе выполнения планов. Поэтому это снизу должно идти, потому что все должны думать, что вы делаете для удовлетворения потребностей. И в этом смысл труда социалистического. Труд социалистический – это же тоже категория. Он делает не просто какие-то полезные вещи. Это не по производству стоимости, а по производству потребительной стоимости. Потребительная стоимость – это то, что совершенно необходима для обеспечения полного благосостояния и свободного строительства. Она конкретна. Нет ли вообще потребительной стоимости, а есть конкретное удовлетворение каких-то конкретных потребностей или развития. Даже у вас нет такой потребности. Будет. Не читали на ухологии? Будете читать. Пожалуйста. Один короткий по словам. Могу ли сказать, что когда говорят словосочетание «диалектика» чего-то, могу ли интерпретировать это так, чтобы понять, что это логика развития этого предмета или явления и с учетом его противоборства противоположных моментов, то есть как бы вот так. Ну как-то у вас это очень расплывчато. Ну как диалектика чего-то? Ну мало ли кто чего скажет, не обращайте внимания на то, что они говорят. Можно так говорить? Да кто вам запретит-то? Сейчас вообще можно говорить все, что хочет. Но я имею в виду, это правильно. Правильно, если говорят «диалектика», надо иметь в виду, что тут есть противоречия. Ну хорошо. Вот если говорят «диалектика», если диалектика вашего выступления, я должен выяснить, какие противоречия у вас в выступлении и почему. Потому что вы еще не подготовились к экзаменам. Ну допустим, там, товарного хозяйства приводит к тому, что… Не диалектика товарного хозяйства, а товарное хозяйство противоречиво, поэтому с помощью диалектики можно изучить конкретную диалектику и товарного хозяйства. То есть это с точки зрения языка неправильно? Это позволяет неправильную трактовку иметь. Это не неправильно само по себе. Диалектика товарного хозяйства – это изучение противоречий, характерных для товарного хозяйства. Движение противоречий. Товарное хозяйство противоречиво, и будьте добры изучать противоречия товарного хозяйства. Нет, они пишут какую-то диалектику, противоречия они не изучают. То есть из диалектики делают что-то, так сказать, оторванное само по себе. У вас есть противоречия? У вас есть? Вот это и есть ваша диалектика. А не то, что я что-то про вас пишу, это ваша диалектика, это ерунда. А может, уточняющий вопрос у Гегеля было, что диалектика точки – это линия. Чего-чего? У Гегеля был такой отрывок, где он пишет, что диалектика точки – это линия. Да, потому что линия отличается от точки движения. А точка стоит, диалектика – точка. Если вы точку берете как диалектику, я могу привести, в качестве примера, я иногда с водителями беседую. А он говорит, зачем вы занимаетесь? Я говорю, диалектика. А что такое? Ну, вот вы сейчас едете. Еду. Вот вы в этой точке находитесь? Нет. Я говорю, раз вы здесь не находитесь, вы тут не едете. Нет, тогда, говорит, я нахожусь. Ну, раз вы в ней находитесь, то вы не едете. Ну, потому что вы в ней находитесь. И он, все, у вас адок. А что делать? И уж, слушайте, я, говорит, 10 лет работаю водителем. А не додуматься. А как это из этого? Я говорю, это очень просто. Вы здесь находитесь и не находитесь в этой точке. То есть противоречивое высказывание должно быть. А оно у него формально-логическое. Находитесь и не находитесь. Вот вы сейчас живете же, а я вот сейчас умираю. Ну, вы можете подумать, я и камень в ваш адрес тоже бросил, как вы понимаете. А есть кто-нибудь, кто тут вечно живой? Вот они тут. Вот спасибо Степану Степановичу, их тут вывесил вот так. Или есть кто-нибудь, у кого сейчас, так сказать, не происходит старение? Или кто-то молодеет сейчас прямо? Вы молодеете сейчас? Ну, я думаю, когда вы улыбаетесь, вы молодеете. И вы когда улыбаетесь, молодеете. Но в целом все равно идет процесс. А это что такое? Это означает, что процесс тоже, так сказать, противоречивый. Короче, так лучше не говорить. Конечно. Это какой-то странный разговор. Какой-то из диалектики делают какую-то нашлепку такую внешнюю. Потому что если вы... А слово диалектик у вас должно сразу... Вы должны сразу требовать противоречия, какие вы имеете в виду. Назовите противоречия. Где стороны этих противоречий? Если не можете назвать ни противоречия, ни его стороны, не болтайте. Никакого отношения вы к диалектике не имеете, а только болтайте. И все. Зачем нам читать науку логики? Мы уже знаем. Вот диалектика изучения, сдача экзаменов. Диалектика нахождения на занятиях. Можно все. Диалектика поджаривания кур. Ну, что-то... Это вот такой трепотнёй можно заниматься до бесконечности. Нет такой категории диалектика чего-то. Диалектика есть как всеобщая наука, которая применима к чему? Ко всему. А раз ко всему, то никакой особенной диалектики нету. Она как раз именно всеобщая и применима ко всем видам материи, в том числе и к отражению этой материи в нашей голове. Все. Спасибо, товарищи, за внимание. Да, я желаю вам готовиться уже постепенно к статье экзамена. И там мы снова увидимся с вами. Там у нас будет другой разговор. Никаких вопросов с вашей стороны. Вопросы только с нашей. Ну, кратко. Отвечаем кратко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА